Александр Сергеевич Пушкин Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях Часть первая Царь с царицею простился, В путь дорогу снарядился, И царица у окна Села ждать его одна. Ждёт-пождёт с утра до ночи, Смотрит в поле индоочи, Разболелись глядючи С белой зори донучи. Не видать милого друга, Только видит, вьётся вьюга, Снег валится на поля, Вся белёшенька земля. Девять месяцев проходит, С поля глаз она не сводит, Вот сочельник в самый, в ночь, Бог даёт царице дочь. Рано утром гость желанный, День и ночь так долго жданный, Издалечу, наконец, Воротился царь-отец. На него она взглянула, Тяжелёхонько вздохнула, Восхищенье не снесла, И к обедне умерла. Долго царь был неутешен, Но, как быть, и он был грешен. Год прошёл, как сон пустой, Царь женился на другой. Правду, мол, ведь молодица, Уж и впрямь была царица, Высока, стройна, бела, И умом и всем взяла, Но зато горда, ломлива, Своенравна и ревнива. Ей вприданное дано Было зеркальце одно, Свойства зеркальца имела, Говорить оно умело. С ним одним она была Добродушна, весела, С ним приветливо шутила И, красуясь, говорила. Свет мой зеркальце, скажи, Да всю правду доложи, Я ли на свете всех милее, Всех румяней и белее? Ей зеркальце в ответ, Ты, конечно, спору нет, Ты, царица всех милее, Всех румяней и белее. И царица хохотать, И плечами пожимать, И подмигивать глазами, И прищелкивать перстами, И вертеться под бочась, Гордо в зеркальце глядясь. Между тем росла, росла, Поднялась и расцвела Белолица, черноброва, Нраву кроткого такого, И жених сыскался ей, Королевич Елисей. Сват приехал, царь дал слово, А приданное готово, Семь торговых городов, Да сто сорок теремов. На девичник собираясь, Вот царица наряжаясь, Перед зеркальцем своим Перемолвилась и с ним. Яль скажи мне всех милее, Всех румяней и белее? Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет, Но царевна всех милее, Всех румяней и белее. Как царица отпрыгнет, Да как ручку замахнет, Да по зеркальцу как хлопнет, Каблучком-то как притопнет. Ах ты, мерзкое стекло, Это врешь ты мне назло! Признавайся, всех я краше, Обойди все царство наше, Хоть и весь мир мне ровно и нет. Так ли? Зеркальце в ответ. А царевна все ж милее, Все ж румяней и белее. Делать нечего она, Черной зависти полна. Бросив зеркальце под лавку, Позвала к себе чернавку И наказывает ей Сенной девушке своей Весть царевну в глушь лесную, И, связав ее живую, Под сосной оставить там На съедение волкам. Спорить нечего с царевной, Вот чернавка в лес пошла И в такую даль свела, Что царевна догадалась И до смерти испугалась, И взмолилась, Жизнь моя, в чем, скажи, Виновна я, не губи меня, девица, А как буду я царица, Я пожалую тебя. Та, в душе ее любя, Не убила, не связала, Отпустила и сказала, Не кручинься, Бог с тобой, А сама пришла домой. И молва трезвонить стала, Дочка царская пропала, Тужит бедный царь по ней. Королевич Елисей, Помолясь усердно Богу, Отправляется в дорогу За красавицей душой, За невестой молодой. Но невеста молодая, До зари в лесу блуждая, Между тем все шла, дошла И на терем набрела. Ей навстречу пес, Залая, Прибежал и смолк, играла. В ворота вошла она, На подворье тишина, Пес бежит за ней, ласкаясь. А царевна, подбираясь, Поднялась на крыльцо И взялася за кольцом. Дверь тихонько отворилась, И царевна очутилась В светлой горнице. Кругом лавки, крытые ковром, Под святыми стол дубовый, Печь с лежанкой из Ростцовой. Видит девица, что тут Люди добрые живут, Знать не будет ей обидно, Никого меж тем не видно. Дом царевна обошла, Все порядком убрала, Засветила богу свечку, Затопила жарко печку, На палатик забралась И тихонько улеглась. Час обеда приближался, Топот по двору раздался, Входят семь богатырей, Семь румяных усачей. Старший молвил, что за диво, Все так чисто и красиво, Кто-то терем прибирал, Да хозяев поджидал. Кто же, выйдь и покажися, С нами честно подружися, Коль ты старый человек, Дядей будешь нам навек, Коль парень ты румяный, Братец будешь нам названный, Коль старушка, Будь нам мать, Так и станем величать, Коль и красная девица, Будь нам милая сестрица. И царевна к ним сошла, Честь хозяин отдала, В пояс низко поклонилась, Закрасневшись, извинилась, Что де в гости к ним зашла, Хоть звона и не была. В миг по речи те спознали, Что царевну принимали, Усадили в уголок, Подносили пирожок, Рюмку полну наливали, На подносе подавали. От зеленого вина Отрекалась она, Пирожок лишь разломила, Да кусочек прикусила, Из дороги отдыхать Отпросилась на кровать. День за днем идет мелькая, А царевна молодая, Все в лесу, Не скучно ей У семи богатырей. Между тем царица злая, Про царевну вспоминая, Не могла простить ее, А на зеркальце свое Долго дулась и сердилась. Наконец об нем хватилась И пошла за ним, И, сев перед ним, Забыла гнев, Красоваться снова стала И с улыбкою сказала. Здравствуй, зеркальце, Скажи, да всю правду доложи, Я ли на свете всех милее, Всех румяней и белее? И ей зеркальце в ответ Ты прекрасна, спору нет, Но живет без всякой славы Средь зеленые дубравы У семи богатырей, Та, что все ж тебя милее. И царица налетела На чернавку. Как ты смела Обмануть меня? И в чем? Та призналась во всем. Так и так царица злая, Ей рогаткой угрожая, Положила или не жить, Или царевну погубить. Раз царевна молодая, Милых братьев поджидая, Пряла, сидя, под окном. Вдруг сердито под крыльцом Пес залает, И девица видит, Нищая черница Ходит по двору, Клюкой отгоняя пса. Постой! Бабушка, постой немножко, Ей кричит она в окошко, Пригрожу сама я псу, И кое-что тебе снесу. Отвечает ей черница, Ох ты, детятка, девица, Пес проклятый одолел, Чуть до смерти не заел, Посмотри, как он хлопочет, Выйдь ко мне. Царевна хочет выйти к ней И хлеб взяла, Но с крылечка лишь сошла, Пес ей под ноги и лает, И к старухе не пускает. Лишь пойдет старуха к ней, Он лесного зверя злей На старуху, что за чудо! Видно, выспался он худо, Ей царевна говорит, Наш, лови! И хлеб летит. Старушонка хлеб поймала, Благодарствую, сказала, Бог тебя благослови, Вот зато тебе лови! И к царевне наливное, Молодое, золотое, Прямо яблочко летит. Пес, как прыгнет, Завизжит, Но царевна в обе руки Хвать поймала. Ради скуки Кушай яблочковый свет, Благодарствуй за обед, Старушоночка сказала, Поклонилась и пропала. Из царевны на крыльцо Пес бежит, И ей в лицо Жалко смотрит, Грозно воет, Словно сердце Пес ей ноет, Словно хочет ей сказать, Брось! Она его ласкать Треплет нежной рукой Что, соколка, Что с тобою? Ляг! И в комнату вошла, Дверь тихонько заперла, Под окно за пряжу села Ждать хозяев, Оглядела все на яблоко. Оно соку спелого полно, Так свежо и так душисто, Так румяно-золотисто, Будто медом налилось, Видны семечки насквозь. Подождать она хотела До обеда, Не стерпела, В руки яблочко взяла, Калым губком поднесла, Потихоньку прокусила И кусочек проглотила. Друг она, Моя душа, Пошатнулась, не дыша, Белые руки опустила, Плод румяный уронила. Закатились глаза, И она под образа Головой на лавку пала И тиха, Недвижна стала. Братья в ту пару домой Возвращались отолпой С молодецкого разбоя. Им навстречу громко воя Пёс бежит и ко двору. Путь им кажет Не к добру, Братья молвили, Печали не минуем. Прискакали, Ходят, Ахнули. Вбежав, Пёс на яблоко стремглав, Слаем кинулся, Озлился, Проглотил его, Свалился И издох. Напоено Было ядом Знать оно. Перед мёртвою царевной, Братья в горести душевной, Все поникли головой И с молитвою святой Славки подняли, Одели, Хоронить её хотели И раздумали. Она, Как под крылышком у сна, Так тиха, Свежа лежала, Что лишь только не дышала. Ждали три дня, Но она Не восстала ото сна. Сотворив обряд печальный, Вот они во гроб хрустальный Труп царевны молодой Положили И толпой Понесли В пустую гору. И в полуночную пору Гроб её К шести столбам На цепях чугунных там Осторожно Привинтили И решёткой Оградили. В тот же день Царица злая Доброй вести Ожидая В тайне Зеркальце взяла И вопрос свой задала. «Яль, скажи мне Всех милее, Всех румяней И белее!» И услышала в ответ «Ты, царица, Спору нет! Ты на свете Всех милее, Всех румяней И белее!» За невестою своей Королевич Елисей Между тем По свету Скачет. Нет, как нет! Он горько плачет, И кого не спросит он, Всем вопрос Его мудрён. «К красну солнцу Наконец Обратился молодец!» «Свет наш, солнышко, Скажи!» «Свет наш, солнышко!» Ты ходишь Круглый год По небу, Сводишь зиму С тёплой весной, Всех нас видишь Под собой, Аль откажешь Мне в ответе, Не видал ли, Где на свете Ты царевны молодой? Я жених ей «Свет ты мой!» Красно солнце отвечало «Я царевны не видала, Знать её в живых уж нет, Разве месяц Мой сосед Где-нибудь её достретил Или след её заметил?» Тёмной ночи Елисей Дождался В тоске своей, Только месяц показался, Он за ним С мольбой Погнался. «Месяц, месяц, Мой дружок, Позолоченный рожок, Ты встаёшь Во тьме глубокой, Круглолицы, Светлооки, И обычай твой любя Звёзды смотрят на тебя, Аль откажешь мне в ответе, Не видал ли, Где на свете Ты царевны молодой? Я жених ей!» «Братец мой!» Отвечает месяц ясный, «Не видал я девы красной, Настороже я стою, Только в очередь мою Без меня царевна, Видно, Пробежала». «Как обидно!» Королевич отвечал, Ясный месяц продолжал, «Погоди, Об ней, Быть может, Ветер знает, Он поможет, Ты к нему теперь ступай, Не печалься же, Прощай!» Елисей, не унывая, К ветру кинулся, Взывая, «Ветер, Ветер, Ты могуч, Ты гоняешь, Стоит туч, Ты волнуешь, Сине море, Всюду веешь На просторе, Не боишься никого, Кроме Бога одного?» «Аль откажешь мне в ответе, Не видал ли, Где на свете Ты царевны молодой, Я жених ее?» «Постой!» «Постой!» Отвечает ветер буйный, Там, за речкой тихоструйной, Есть высокая гора, В ней глубокая нора. В той норе во тьме печальной гроб качается хрустальный на цепях между столбов, Не видать ничьих следов вкруг того пустого места, В том гробу твоя невеста. Ветер далее побежал, королевич зарыдал и пошел к пустому месту, на прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз. Вот идет и поднялась перед ним гора крутая, Вкруг нее страна пустая, Под горою темный вход, Он туда скорее идет. Перед ним во мгле печальный Гроб качается хрустальный, И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном. И о гроб невесты милой Он ударился всей силой. Гроб разбился, Дева вдруг ожила, Глядит вокруг Изумленными глазами И, качаясь над цепями, Превздохнув, Произнесла, Как же долго я спала! И встает она из гроба, Ах! И зарыдали вовы. В руки он ее берет И на свет из тьмы несет, И, беседуя приятно, В путь пускаются обратно. Дома в ту пору без дела Злая мачеха сидела Перед зеркальцем своим И беседовала с ним, Говоря, «Я ли всех милее, Всех румяней и белее?» И услышала в ответ, «Ты прекрасна!» Слова нет, Но царевна все ж милее, Всех румяней и белее. Злая мачеха вскочил, О, ползеркальца разбив, В двери прямо побежала И царевну повстречала. Тут ее тоска взяла И царевна умерла. Лишь ее похоронили, Свадьбу тотчас учинили, И с невестою своей Обвенчался Елисей. И никто с начала мира Не видал такого пира, Я там был, Мед, пиво пил, Да усы лишь обмочил. Тут и сказки сей конец, А кто слушал, молодец!